Дорогие мои, всем привет и добро пожаловать в мое новое видео! Меня зовут Катерина Данко и сегодня я к вам с фаворитами декоративной косметики из адвентов. Если вдруг вы не знали, то в прошедшем сезоне я распаковала огромное количество адвентов, нашла очень много косметики, как декоративной, так и уходовой, но в этом видео мы будем рассматривать только декоративную, потому что как-то получилось очень много продуктов, что я решила разделить эти фавориты на два видео. Кстати, в этом году у меня уже выходило видео о фаворитах, но это фавориты были за весь прошедший 2022 год. Если вдруг не видели, можете посмотреть и оно получилось такое, знаете, очень интересное, с бонусом. Внутри есть мини-блог из Парижа, так что заглядывайте. Так вот, если вдруг вы смотрели пару моих предыдущих видео, то вы знаете, что это видео я уже снимала. И да, это большое видео, в котором я буду не просто вам рассказывать про косметику, а и показывать ее на себе, чтобы вы понимали, как это работает и почему мне это понравилось. То же самое, кстати, я это делала в распаковке с адвентами. Так вот, сегодня я доснимала это видео, потому что я каким-то чудом умудрилась удалить весь проект, все отснятое, к сожалению, и это видео выходит намного позже, но я очень надеюсь, что оно все равно окажется таким же интересным, как и предыдущее, да даже лучше на самом деле, потому что я его немного переосмыслила, кое-какие продукты добавила, кое-какие продукты убрала, потому что подольше их потестировала. И уходовое, видео с уходовыми продуктами выйдет тоже, наверное, может быть через недельку, потому что все-таки с уходом посложнее, нужно подольше потестировать, но при этом у меня уже есть несколько пустых баночек, так что скоро все будет. И давайте уже с вами начнем. А первыми у нас с вами будут продукты для лица. Сначала кремовая текстура, сухие, потом уже остальные категории. И начнем мы с подготовки кожи для макияжа. Знаете, последнее время, последние, наверное, даже полгода, может быть, год, я как-то была разочарована во всех праймерах. Я не видела от них никакого эффекта, для меня они все работали практически одинаково. Но я нашла две базы, которые я прям безумно полюбила, пользуюсь ими с удовольствием практически каждый день, в зависимости от того, какой мне эффект сегодня нужен. И одна из них, это очень известная база в люксовом сегменте от Bobby Brown, мультивитаминная база. Это даже, знаете, не совсем база, это что-то вроде гибрида между уходом и подготовкой кожи для макияжа. То есть вы можете его использовать также как крем перед макияжем, не нанося свой основной крем. Она потрясающе все увлажнит, потрясающе сработает, и на нее потрясающе ложится любое тональное средство, особенно матовое. То есть данная база у нас предназначена для сухой и комбинированной кожи. В состав этой базы у нас входит витамин С, В и Е, гиалуроновая кислота и масло Ши. Масло Ши, сами понимаете, очень такое питательное масло, то есть такое густое. Именно такая консистенция у этой базы. И так как у меня кожа комбинированная, она не склонна к сухости, ну может быть иногда, то мне нужно прямо ее совсем немножко, чтобы просто кожу как-то, знаете, ну дополнительно напитать. И опять же я люблю такие, знаете, тональные средства с больше матовым финишем, поэтому от этого моей кожи становится только лучше. Если у вас сухая, возрастная кожа, склонная к сухости, попробуйте, ребята, не пожалеете. Особенно сейчас она продается по хорошим скидкам. На сайте Douglas можно за 18 евро купить 15 мл в баночку. В принципе, ее хватит надолго. Конечно, у нас у всех разные потребности, но мне кажется, оно того стоит, если вы искали что-то подобное, если у вас есть такая проблема именно сухой кожи, вы понимаете, что вам не хватает вашего ухода, то вот это вас спасет. Потому что, да, когда мы наносим любое тональное средство, и если в вашей коже не хватает увлажнения, то оно начинает забирать все-все, что есть в тональном средстве, и таким образом тональное средство начинает проваливаться в поры, в морщинки, лежит на поверхности, лежит зерном, в общем, ведет себя просто отвратительно, поэтому кожу нужно достаточно увлажнять, но не перевлажнять, потому что иначе тогда будет тональное средство скатываться. Но это тема другого видео. Ребята, это немножко я начала уходить. Суть в том, что очень рекомендую, советую, мне безумно нравится, хотя поначалу мне даже показалось, что она была слишком жирная. И это факт. Я ее слишком много нанесла, я смотрю, просто сижу, как, блин, нанесла тональное средство, думаю, о-о-о-о, полегче. А что со мной будет через 2 часа? Ну нет, все было хорошо, главное запудриться. Поэтому, если вас также ожидает какой-то очень плотный макияж, очень с сухими тональными средствами, с пудрой большим количеством, бейкингом, то вот-вот это ваше спасение для вашей кожи. Следующая база полегче. И если предыдущая база не понравится обладателям с жирной кожей, то эта база, скорее всего, понравится, потому что, да, она тоже увлажняющая. Это у нас Make Up For Ever, она немножко побюджетнее. Здесь у нас получается уже, по-моему, 20 мл, если я не ошибаюсь, по-моему, 20, мне кажется, 30, даже 30 мл, ребят. И, в общем-то, да, это просто увлажняющая база, которая создает дополнительный липкий слой, на который любое тональное средство лучше просто лепится, ложится ровнее, поэтому я его тоже полюбила, так как оно не утяжеляет. И я вижу эффект по тональным средствам, как они ложатся. То есть я делала, наносила ее на одну сторону... Господи. На одну сторону лица я наносила тональное средство с базой, на другую без базы, и получалось так, что я реально видела эффект, тональное средство легче вложилось, его нужно было меньше, оно как-то прям прилеплялось, поэтому могу сказать, что оно клевое, приятное, не утяжеляет и увлажняет. Но вот это, вот это просто любовь, ребята. Просто любовь, кстати, не сказал вам про аромат. Если эта база ничем не пахнет, то вот эта база, она пахнет цитрусами. Я когда почитала описание, оказывается, здесь смесь аромата грейпфрута и герани. Герани! Никогда не любила герань, но здесь, я когда узнала, что здесь есть герань, я ее начала ощущать. Пока я не знала, я как бы не чувствовала герани, такое иногда бывает. Но приятно, приятно, я прям ее очень люблю, повторюсь, сухая кожа, это прям ваше спасение. Она на самом деле даже и выглядит как такое растопленное сливочное масло, серьезно, очень сильно похоже. Ну а следующие продукты у нас предназначены будут для кремовой коррекции. И, ребята, здесь важно понимать, что в этом видео будет немного новинок, вообще прям, наверное, какие-то единицы, потому что бренды боятся класть какие-то прям совсем новые продукты. Чаще всего они кладут либо какие-то продукты, которые у них там залежались на складе, их нужно там, да, распродать, либо же есть другая крайность, они кладут свои какие-то мастхевы, бестселлеры, которые продаются очень давно, и вот следующий продукт как раз таким и является. Это у нас жидкий хайлайтер от NYX Born to Glow. На самом деле, просто нормальный рабочий жидкий хайлайтер, если вы такой искали, то можно далеко не ходить, а попробовать от NYX, потому что здесь 13 мл, его достаточно много, намного, надолго хватит, его не нужно очень много, можно наносить как по тональное средство, так и на тональное средство. Два оттенка попалась мне в адвенте. И второй, второй хайлайтер, тоже жидкий такой, называется бренд Jack Black Glow Drops, и я, честно говоря, до адвента не видела этот бренд никогда, попробовала, и оказался очень приятный хайлайтер, который немного тоньше, чем NYX, он больше напоминает такие, знаете, жидкие колготки. Мне нравится его наносить именно на ключицу, вот на тело, как-то так красиво все это подсвечивается и высыхает в сухую текстуру. Да, если будете трогать, будет немного смазываться, но в целом это комфортно, это носибельно, мне нравится, то есть могу тоже отнести к фаворитам. Но, кстати, стоит он, по-моему, недешево, что-то порядка 20 евро, вот около того. Кремовые румяна от Tarte & Milk. И что интересно, два этих продукта я нашла в одном адвенте от Sephora. Я знаю, что правильно говорить, наверное, Sephora, все-таки на французский манер, но мне удобнее Sephora, как-то привычней. Так вот, мне все-таки больше понравились румяна от Tarte, но они оба хороши. Хороши собой, просто немного разный эффект дают. Почему мне понравились больше румяна от Tarte? Называются они, кстати, Brizzy Creamy Blush Peach Sunset Оттенок. Такой очень тепленький, персиковый, немного даже коралловый, я бы сказала, внутри есть зеркальце. Это приятная такая плотная консистенция, и почему они мне больше понравились? Потому что, когда вы их начинаете наносить, у них более плотное покрытие, которое легко растушевывается, более ровное, не такое прозрачное, и при этом, знаете, опять же, вы с ними тоже не переборщите. Румяна от Milk, кстати, я видела у многих блогеров также в фаворитах, но у них немножко другая консистенция, более такая, не то чтобы сатиновая, но больше как вазелинчик напоминающий. Я бы так сказала, более легкая, более такая, как маслечко, немножечко прям подтаяивает. При этом оттенки, правда, супер сильно похожи. В принципе, если их нанести, и не говорить человеку, какие румяна нанесены, мне кажется, различий вообще никакого не будет. Если только вот прям ты совсем как бы вообще прям супер-супер разбираешься в этом, тогда, может быть, ты еще поймешь, что тоже вряд ли, потому что, ну, правда, оттенки прям очень похожи. Так вот, эти румяна от Milk, они, опять же, больше как вазелиновые. Они немного подплавливаются так на вашей коже. Румяна от Tarte более плотненькие, более такие, я бы сказала, пластилиновые, но в то же время мягкие, такие приятные, поддаются немножечко плавлению, я бы сказала. То есть, Tarte нужно немножечко прям так хорошенечко растопить, и тогда наносить с Milk, история легче, проще, можно прям со стика наносить на лицо, если вы так делаете. Поэтому оба хороши, оба прям клевые, но вот Tarte как-то вот поэффекту мне больше нравится, как-то симпатичнее смотрится, и сегодня я тоже с этими румянами. Но могу рекомендовать оба продукта, два продукта. И что касается Tarte, кстати, вот этот продукт является даже такой относительной новинкой, где-то полгода назад у них вышла вот такая вот голубая линейка, может быть даже чуть больше, но в общем для Адвента это очень хорошо, и это прям такая хорошая новинка, плюс полноразмерки оба. Не могу, конечно же, не упомянуть, а Mac Fix Plus это как спрей-фиксирующий макияж, так и можно перед макияжем его наносить, чтобы тональное средство лучше лепилось. Я им сейчас не так часто пользуюсь, потому что мне не нравится, как он брызгает. Здесь плохой дозатор, я думаю, в оригинале гораздо лучше, но все-таки продукт реально классный, хороший, рабочий, поэтому не сказать про него я тоже не могу. Возможно, кстати, я забыла его отснять крупным планом, но я, если что, просто подпишу название данного продукта. Итак, остаются у нас с вами сухие продукты для лица. Как видите, да, в принципе, для лица продуктов немного, бренда не очень любит такое класть в Адвенты, но все-таки кое-что прям стало моим фаворитом, прям фаворитом-фаворитищем, которым я постоянно пользуюсь, и это пудра IGT-финишная пудра от NYX. Вот такая вот маленькая версия, здесь я не знаю, сколько грамм, да и не так важно, в оригинале, конечно же, она побольше, а, 3,3 грамма, я увидела. Это просто прозрачная такая силиконистая пудра, которой можно немного сгладить рельеф, которую я наношу всегда точечно, там, где у меня расширенные поры, и визуально действительно видно эффект, то есть я для себя это вижу, как только я провожу кистью по этой зоне, как будто бы чуть-чуть она такая подфотошопленная, зафотошопленная получается. Мне нравится, я сама хотела ее попробовать и была рада найти ее в адвенте. Следующий сухой продукт у нас будет, наверное, хайлайтер от Makeup Revolution, и он не запеченный. Я, кстати, его специально сравнила с их известным хайлайтером, господи, как он там называется, Reloaded. У меня оттенок очень такой яркий, золотой, вот такой вот даже зеленцой, я бы сказала. Вот он запеченный, и он прям такой суховатый. Здесь же другая текстура, более мягкая, более такая, знаете, влажненькая. Выглядит красиво, тоже супер ярко, можно прям вообще так засиять, так засиять, но подчеркивать текстуру, в принципе, как и Reloaded, потому что они как бы яркие, пигментированные, но выглядят красиво на коже. Опять же, если нужен такой эффект, то могу только рекомендовать. Бронзер от Art Deco. Да, к моему удивлению, большому удивлению, я не думала, что мне что-либо из-за этого Art Deco прям так понравится, но в этом году было все не так ужасно, как в предыдущем. Если вдруг не видели распаковку, то посмотрите. Так вот, данный бронзер называется National Skin Bronze, оттенок 425, потрясающая упаковка, зеркало, ну, Art Deco умеет делать, правда, хорошие упаковки, мне кажется, большая стоимость продуктов именно упаковкой как бы занимает. Так вот, хорошее внутри зеркало, красиво все это выглядит. Он такой, знаете, очень плотно спрессованный, его достаточно сложно как-то свочить, но при этом он супер мягкий и набирается из-за вот такой вот плотности очень, я бы сказала, дозированно на кисть, то есть нужно прям хорошенечко там так повозить, чтобы нормально набрать продукты, если вы хотите поярче. Но если вы боитесь переборщить, то это прям хороший вариант, чтобы чуть-чуть нанесли, посмотрели, ага, как-то маловато, добавили приятный теплый оттенок, я бы сказала, ближе к нейтральному, нежели к рыжему, не пятнит, потрясающе ложится, но Art Deco в принципе неплохо делает продукты для лица, но вот как-то в адвент они кладут чаще всего такие сомнительные вещи. Так вот, так вот, вот этот бронза мне нравится, я прям с удовольствием им пользуюсь. Так, ну а что, а все, все, ребята, все, продукты для лица мы с вами закончились, приступаем к следующей категории. Продукты для губ, следующая категория, и да, их тут прям-таки немало, бренды такое любят класть в адвенты, и начнем с чего-то полегче, с ухода, например, со скраба для губ. Вот уж не думала, что мне понравится, и это скраб именно от Essence. На самом деле у Essence есть такое в постоянной коллекции, мне понравилось, что он такой жесткий, что в нем нет так много сахара, сахар очень быстро растворяется, и как-то мне не хватает такого скрабирования, когда вот у меня были сухие губы. А вот этот скраб вполне себе неплохо справился, плюс в нем внутри еще есть масло, которое приятно так увлажняет, поэтому хорошая рабочая вещь. И да, от Essence здесь было бы побольше продуктов, но я их уже просто передарила, ребят, поэтому, к сожалению, не могу показать. Clorans Natural Lip Perfector. Сначала он у меня доверие не вызвал из-за цвета, и плюс внутри у нас есть такая пуховочка, не очень, возможно, это гигиенично, но достаточно удобно наносить на губы, и оттенок, как оказалось, не такой светлый, как может показаться изначально, даже вот на своче, но, когда мы его наносим, он так распределяется по губкам, что выглядит очень миленько, симпатично, просто как блеск, но очень хорошо увлажняет губы, плюс он сладенький, он сладенький, вкусно пахнет, прям такая какая-то конфетка просто классическая, сладенькая, баблгам, что-то вот подобное, поэтому безумно приятно просто его носить, и вот такой вот иметь в сумочке всегда, всегда удобно. Два масла от NYX. На самом деле это просто базовые хорошие масла, которые нормально себя ведут на коже, которые нормально лежат, которые достаточно неплохо увлажняют, здесь на самом деле даже нечего особо сказать, они не такие липкие, как блески, то есть если вы не любите прям такие плотные блески, то можно попробовать вот такое вот масло нанести, один с оттенком, другой прям совсем прозрачный, но в целом на губах они реально выглядят плюс-минус одинаково, поэтому тоже мои фавориты, один уже практически заканчивается, пользуюсь ими частенько, там хоп-хоп, поувлажнила быстренько губки, и все, и все ништяк. А если вы любите что потяжелее, вам нужен такой прям плотный, пигментированный глянец, жирненький глянец, то Butter Gloss тоже, тоже от NYX, хорошие рабочие блески, просто более такие липкие, более плотные, пигментированные, рабочие, на самом деле особо добавить нечего, комфортно выглядят, ну, комфортно сидят на губах, но есть такой небольшой минус, они могут небольшую белую полоску создавать, если вдруг вы с ними переборщите, вот это прям не классно, но просто об этом нужно знать и помнить, и периодически разравнивать, либо как-то там губками шевелить, чтобы все это расправлялось. Мои любимые сатиновые повседневные помады. Эта помада у нас от Estee Lauder, и да, это был не совсем Advent, это был Blockbuster, можете посмотреть видео, если не видели, там я все продукты с Blockbuster потестировала, показала на себе, и я влюбилась в эту помаду, обалденный, шикарный, потрясающий нюдовый оттенок, но он немного темнее моего, допустим, базового какого-то нюда, но так красиво смотрится, такой комфортный, вообще потрясающий, плюс у него очень красивый принт, приятная одушка, то есть, ну, просто супер комфортная сатиновая помада, которая не делает полоску, которая хорошо сидит, держится, в общем, и знаете, наверное, даже это не текстура повлияла, а именно оттенок, вот прям оттенок мое, такой мов, такой темненький, приглушенный, в то же время он все еще остается нюдовым, можно нанести как-то потоньше, полегче, в то же время можно прям поярче сделать, в общем, я его просто обожаю, и вторая помада у нас от L'Oreal Paris, это у нас Glow Paradise, 191 оттенок, потрясающая помада, ну, в принципе, знаете, о L'Oreal и Maybelline, как-то не хочется даже очень много говорить, потому что мы все знаем, что у них классные матовые помады, у них классные сатиновые помады, и это не исключение клевая, такая немного прозрачная бежевая помада, вот она прям вообще как будто бы тон в тон мне попадает, ну, может быть, чуть-чуть потеплее, красиво лежит, если особенно с каким-то карандашом наносить, вообще шик, блеск, красота, такие источные нюдовые губки получаются, для меня это, для меня она, опять же, не слишком холодная, не слишком теплая, вот такая какая-то супер нейтральная, поэтому я ее люблю, пользуюсь, и, собственно, как, в принципе, помадой от Estee Lauder. Ну, и как раз вам скажу про Maybelline, мне кажется, эти помады уже стали даже не каким-то бестселлером, первая это Super Stay In Cryon, вторая Ultimat, между ними есть небольшая разница, если мы говорим про Ultimat, то она такая, знаете, сразу сухенькая, сразу матовая Estee In Cryon, ей нужно дать какое-то время, чтобы она стала матовой, то есть изначально она такая немного сатиновая, немного такая влажненькая, подвижная, но тоже застывает матовый, обе эти помады очень долго носятся, деликатно сходят, никак не сушат губы, это, мне кажется, самые проверенные помады на рынке, которые только могут быть, Maybelline L'Oreal, просто, ну, как бы, им, мне кажется, нет равных, именно в их ценовой категории, абсолютно все оттенки есть в разных линейках, можно найти что-то свое, также и блески у них крутые есть, в общем, продукты для губ, они умеют делать, и эти помады я люблю, покупала сама еще до, задолго до, а до этого у меня есть несколько оттенков, так что, очень проверенные, клевые помады, абсолютно то же самое, я могу сказать про эти три помады, первая это NYX, матовая помада в стике, и MAC, тоже матовая помада в стике, и знаете, когда я попробовала первую, вторую помаду, я поняла, что они настолько похожи, ребята, это просто как будто бы один и тот же продукт, но у NYX все-таки чуть-чуть такая текстура более сухенькая, я бы сказала, ну, а MAC более кремовая, я даже сделала для вас сравнение двух оттенков, MAC оттенок мер, и другой оттенок, по-моему, natural, если не ошибаюсь, я подпишу все на видео, они вообще как будто бы просто из одной бочки, честно, разлили, у MAC, может быть, чуть-чуть отличается по тону, я бы сказала, помада, но по эффекту, в принципе, по цвету, мне кажется, разница вообще никак не будет заметна, особенно, если наносить его, эту помаду, обе эти помады с карандашом, напишите мне в комментариях, видите ли вы какую-то разницу в нанесении двух этих помад, в том, как они выглядят у меня на губах, мне кажется, разница просто ноль, и по ощущениям на губах, тоже разница ноль, супер классные матовые помады, проверенные временем, могу только рекомендовать, и я рада, что я их нашла в адвенте, классно, когда кладут бренды именно бестселлеры, больше все-таки, нежели какие-то завалявшиеся продукты на складах, 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 ну, в общем, какие-то завалявшиеся продукты, потому что все-таки это, правда, проверенные продукты временем, и лучше получить вот что-то такое, базовое, понятное, давно существующее, нежели что-то, что давно уже не видела свет, и еще одна матовая помада в стике, она сюда не особо вписывается, поэтому я ее отдельно вот держу, это у нас Art Deco, классный, классный футляр, тяжеленький, приятный, и почему она сюда не вписалась, потому что не просто другой оттенок, а все-таки другая текстура, она больше ощущается такой вельветовой, и ее я бы не носила, конечно, как самостоятельную помаду, потому что, ну, оттенок такой прям очень спорный, я бы сказала, а вот с карандашом она смотрится прям прикольно, и я это показывала именно в распаковке адвента от Art Deco, потому что там мы его с вами распаковали, и сразу же делали макияж этими продуктами, поэтому там получилась очень прикольная комбинация, вот как акцент светлый на губах, с ней прям интересно смотрится, но вот как самостоятельная, такая слишком розовенькая, но хорошенькая, хорошенькая, качественная, вообще вопросов нет. Переходим с вами к матовым жидким помадам, их здесь на самом деле всего у меня три, первая это у меня Sephora оттенок 13, оттенок 13, тоже пыльная роза, она, наверное, из этих трех, а здесь, тут особо, знаете, тоже выбор такой, NYX Soft Matte Lip Cream, мне кажется, тоже известная такая формула, немного такая суфлешная, но превращается в матовую, плотненькая, и, кстати, один ботинок у меня прям уже все, прям совсем заканчивается, я его прям совсем израсходовала, а вот Sephora, она такая прям более жидкая, она более пигментированная, более плотненькая, прям такая вот прям водянистая, здесь же, понятно, совершенно разные текстуры, но все три помады выглядят красиво, носятся хорошо, постепенно сходят, то есть они просто суперкомфортные, опять же, это просто проверенный продукт уже тоже годами, временем, и разными блогерами помимо меня, поэтому это можно смело брать, если вдруг вы искали какую-то матовую помаду, и не хотите заказывать, можно купить что-то от NYX, пойти в магазин, ну, либо взять и заказать от Sephora, почему бы нет, потому что ценовой сегмент, в принципе, у них плюс-минус похож, плюс-минус одинаковый. Если вы смотрели мои распаковки дуэнтов, то вы знаете, как я отношусь к красным помадам, я их люблю, но в жизни я их не ношу, и очень редко надеваю, потому что я постоянно думаю про контуры, я постоянно думаю про эту розовую полоску, я постоянно думаю про зубы, а вдруг я там что-то случайно смажу, в общем, для меня это просто проблематично, и это прям такие очень редкие случаи, поэтому, когда я находила какие-либо красные помады в Адвете, ну, я так не то, чтобы очень радовалась, у меня давно не было столько красных помад, сколько после этого сезонной распаковки, но, я все-таки нашла три мои самые любимые яркие помады на сегодняшний день, одна из них, наверное, самая носибельная, остальные две, ну, даже ладно, две, наверное, более носибельные, одна вообще для меня не носибельная, потому что она сатиновая, это сатиновая красная помада, тоже от Estee Lauder, в том же самом боксе она была, просто потрясающий, красивый красный оттенок, она так красиво смотрится на губах, но я не представляю, как с этим можно жить, да, можно как-то промокнуть, как-то припудрить, что-то с ней сделать, чтобы она была не такая глянцевая, не такая яркая, но это все равно не будет так стойко, и любое ваше неловкое движение просто размажет всю помаду вам по лицу, поэтому ее я буду наносить, наверное, только в видео, если я захочу сделать фото, вот прям хочется вот такого чего-то, безумно красивый оттенок, который мне просто кажется, что подошел, и такое бывает не со всеми красными, красный, красный мой рознь, на самом деле у них там разные потоны, это с холодным вишневым таким потоном, я бы сказала, но смотрится потрясающе, просто потрясающе, мне кажется, просто опять же этот красный мне подошел, другая красная помада от MAC, известный оттенок чили, они часто кладут его в адвенты, и чем он мне понравился, опять же, он не совсем прям такой ядренок, классический красный, он тепленький, но у нее желтит зубы вообще, он комфортный, он уже более стойкий, нежели предыдущий, и он такой, знаете, может быть спокойным красным, таким прям мов, вот им можно ходить, с ним можно ходить, я бы сказала, на повседневку, мне бы было бы супер комфортно, и в принципе, мне он безумно нравится, именно вот своей такой повседневностью, если можно так выразиться, он не такой вычурно-красный, он не такой насыщенно-красный, в нем есть вот эта вот теплинка, которая его как-то успокаивает, и он, ну да, наверное, напоминает чем-то я перец чили, вот что-то такое, безумно мне нравится, и нравится, что у нем есть этот теплый потон, который, мне кажется, его делает именно особенно. Следующая помада, не совсем красная, вообще не красная, она теплая, но не желтит зубы, что очень важно, и у нее такой оттенок, я бы сказала, не слишком темный, не слишком яркий, и не слишком такой уж прям, чтобы не удовый, то есть, с помощью нее можно сделать, как и акцент на губы, но он не будет супер броским, и в то же время, можно сделать ей, как дополнение, сделать гардиент, чтобы он такой был очень мягкий, плавный, маленький такой акцент, тепленький на губах, это у нас Lancome 274 оттенок, невероятно красивый, и знаете, я поначалу подумала, что я сейчас нанесу, все, зубы будут желтые, но нет, он такой, знаете, рыжекирпично-нюдовый, то есть, в нем есть вот эта вот смесь, немного розового, оранжевого, нюдового, коричневого, и получается такой красивый баланс, не знаю, на мне она очень красиво смотрится, мне нравится, как она выглядит, я ее носила, как с карандашом поярче, так и поспокойнее, чтобы, опять же, был больше нюд, обожаю, и остаются у нас с вами только карандаши, и да, у меня тут большое количество карандашей для губ, конечно, не все, я это нашла в адвенте, в адвенте я нашла только два, и остальное я уже сама докупила, и начнем, пожалуй, с NYX, потому что самые известные, такие распространенные карандаши, мне кажется, нашла я в адвенте оттенок Sunset, поняла, что мне безумно нравится, как он носится, он стойкий, но он плотненький такой, если вы любите заполнять карандашом губы, носить его как помаду, с ним будет посложнее, потому что все-таки он прям такой сухенький, поначалу я даже не поняла, думаю, неужели он какой-то засохший, может мне какую-то просрочку положили, я не знаю, в чем дело, почему мне нужно было прям вот так вот мотить по губам, оказалось, просто оттенок сам по себе для меня светловат, и нужно, да, действительно, применить немного усилий, чтобы прорисовать себе контур, но, опять же, он стойкий, и у них очень большая линейка именно оттеночная, поэтому там, мне кажется, любой может для себя найти как нюд, так что-то яркое, и другие два карандаша, один, конечно же, я нашла, 134-й Art Deco, кстати, в Адвенте, это именно водостойкий карандаш, такой немного уже гелевый, и вот им клево заполнять все губы, потому что он прям такой пластичный, он как помада себя ведет на губах, это классно, клевый оттенок они положили, оттенок, который мне подошел, и я хотела купить его еще раз, потому что он сломался, сломался внутри, я была очень расстроена, потому что мне так понравился этот оттенок, я не могу им пользоваться, я его уже весь сточила, постоянно вылетает стержень, но я пошла и купила себе другой, да, не совсем такой оттенок, я говорю, 134-го не было, а был 140-й, и я его тоже безумно люблю, тоже мой такой нюд, но более такой темный нюд, опять же, его можно прям как помаду использовать, стойкий, не растекается, комфортный, немножечко разные они, конечно, с NYX, но тоже классный, мне кажется, вот такой даже от Art Deco большему количеству людей понравится, нежели NYX, и стоят они примерно одинаково, поэтому вообще я нашла для себя отличные идеальные карандаши, с огромным оттеночным рядом, так что на любой случай жизни, вот пользуюсь теперь, радуюсь, и может быть, напишите свои комментарии, если вы тоже любите эти карандаши, если вы ими пользовались, как вам? Продукты для глаз, их, как видите, тоже у нас немного, но здесь все-таки будет поразнообразнее, потому что что-то для ресниц, что-то для век, что-то для бровей, и начнем, пожалуй, как раз, да, с продуктов для бровей, потому что их у нас всего два, и первое, это карандаш для бровей от Makeup Revolution, как видите, я уже так нормально его сточила, проблема в том, что здесь особо нет каких-то опознавательных знаков, просто карандаш от Makeup Revolution в оттенке Medium Brown, возможно, какой-то их классический просто карандаш, он не восковый, он не какой-то, знаете, такой грифельный, очень жесткий, нет, в нем соблюдена какая-то такая золотая середина, это тот карандаш, который, мне кажется, любой сможет оформить себе брови, просто их немножечко подзаполнить, сделать контур, какой вам нужен, и все, мне кажется, это просто база базовая, поэтому я им пользуюсь, я бы не сказала, чтобы я бы купила его специально второй раз, но почему бы нет, то есть как вариант, если бы он мне попался, может быть, да, вот прям что специально заказывать нет, потому что он просто обычный, вот просто-просто самый нормальный, хороший карандаш, всего того, что мы с вами находили в адвентах, он прям реально клевый, и как видите, да, то есть я им реально пользуюсь, я его хорошо уже так сточила, и оттенок мне подошел, плюс еще носится хорошо, реально весь день, не смывается, все с ним прекрасно. И второй продукт, это у нас уже гель для бровей, как я люблю, большой формат, большая щеточка, здесь у нас, по-моему, 13 целых миллилитров, если я не ошибаюсь, а, нет, 9 грамм, ну, слушайте, 9 грамм для бровей, мне кажется, это вот, в принципе, как-то уже для ресниц такой же объем, щеточка такая же, я люблю такие щеточки, просто прозрачный гель для бровей, который не закатывает их в пленку, который не хрустит на бровях, который не создает такого вот белого налета, который весь день держит брови, реально, вот как я их поставлю, так они остаются в этом положении, но при этом брови остаются живыми, не пластиковыми, там ничего не стягивает вам под этим гелем, просто очень комфортно, и я не знаю, это просто самый классный гель, реально, вот тут, у меня есть мой любимый от Готуби Шварцкоп, но он со временем начинает белить, этот не белит, я им пользуюсь сейчас постоянно, мягкий, приятный, потрясающий, но, к сожалению, насколько я знаю, это старый запуск, у них сейчас уже есть много новых, и его не всегда можно найти, а очень жаль, очень жаль, мне кажется, его нужно было просто ставить в базе, потому что он супер универсальный, и делает все то, что делать должен любой нормальный гель для бровей, и я даже не могу ни одного минуса вам назвать, ребята, просто вот серьезно, какие есть минусы у геля для бровей, здесь нет ни одного. А дальше, наверное, поговорим с вами про карандаши для глаз, и первые два базовых карандаша, коричневый и черный, Ardeco, неожиданность, опять же, в том году мне попадались тоже карандаши от Ardeco, был черный, но он такой был ужасный, каменный в дереве, которым было невозможно ничего просто сделать, то в этом году они положили нам, опять же, из этой же линейки, как и карандаш для губ, который называется Soft Eyeliner Lip Waterproof, десятый оттенок, то есть у них, получается, вот эта линейка, она как и для губ предназначена, так и для глаз, и вот этот черный оттенок водостойкий, реально водостойкий, ребята, многие бренды пишут, что мы там водостойкие, мы не отпечатываемся, нифига отпечатываемся, а вот оно, нет, вот этот карандаш прям держится хорошо, я наношу его на верхнюю слизистую, жду, конечно же, ему нужно дать время, чтобы он хорошенечко застыл, можно продублировать, но нужно дать, опять же, застыть, лучше постараться минимум моргать, вот постараться не моргать, насколько это возможно, и тогда, если он застыл, он не отпечатывается, носится весь день, мне безумно нравится, я прям нашла себе альтернативу карандашу от Lamelle Coyal, да, Lamelle, конечно, еще лучше, круче, но вот это ничем не хуже, если у вас нет доступа к Lamelle, можете его нигде купить, заказать, то попробуйте Ardeco, он у нас из линейки Green Couture, в дереве коричневый, просто клевый карандаш для растушеванной стрелки, я им закладываю форму, подтушевываю, можно прям поднасловить, опять подтушевает, достаточно пластичный, этот карандаш подойдет для растушеванной стрелки, очень удобно будет на нем учиться, делать какие-либо стрелки, делать какие-либо формы в карандашной технике, да, он не даст вам какой-то прям яркой плотности, что иногда нужно в карандашной технике, если вы хотите прям темную такую форму сделать на глазах, то придется постараться, потому что он легко растушевывается в ничто, поэтому это и плюс, и такой, и минус, но мне он нравится, я им реально пользуюсь, это сейчас один из самых лучших карандашей, именно коричневых, для такой техники, который только у меня есть, два автоматических карандаша для слизистых, к моему удивлению, это оказались хорошие стойкие вообще, карандаши, которые держатся очень долго на слизистой, и, возможно, где-то через часа 4 их нужно подправить, немного, потому что сходит, но мне прям безумно нравится, особенно голубой оттенок, вы могли у меня уже видеть не раз в видео, не раз я его добавляла в разные макияжи, мне нравится делать акцент на нижнюю слизистую, делать такую голубенькую, синенькую, мне кажется, прикольно смотрится, в сочетании с разными оттенками именно в тенях, и я прям безумно, безумно рада, что у меня есть этот карандаш, но очень жаль, что его сложно сейчас купить, когда я искала цены на эти продукты, еще тогда, когда распаковывала Advent, было непросто, правда, непросто, и еще интересный момент в том, что они сияющие, они реально сияющие, ребята, вообще я такое в слизистую редко наношу, но эти вот карандаши мне, правда, понравились, как желтый, так и синий, потрясающие, стойкие, красивые, и второй карандаш, это классика, не стареющая от Maybelline тату, лайнер, такой бирюзовый, симпатичный оттенок, тоже в некоторых макияжах смотрится выигрышно, но вот он даже не такой стойкий, как эти вот предыдущие два карандаша, то есть он может немножко потечь, а здесь все хорошо вообще, стойкие вообще, держатся потрясающе. Две днушки кремовых теней, и снова Maybelline, и снова наши старички на поле, потому что, ну, это как бы, да, это уже легенда Color Tattoo 24 часа, кремовые тени, мне кажется, где-то лет так 5, даже больше назад, когда я только просто смотрела YouTube, мне кажется, даже еще раньше, я видела эти кремовые тени у блогеров, когда они только начали появляться, все говорили про этот розовый оттенок, и чаще всего такие тени можно было встретить в видео дорогой люксовый макияж, люксовый макияж одним продуктом, вот что-то вот такое, что-то на богатом, задешево, вот как-то так это всегда звучало, ну, потому что это, правда, хорошие рабочие тени, которые похожи чем-то на Tom Ford, кремовые тени, ну, вот что-то такое, поэтому не могу их здесь не показать, нашли мы их с вами, конечно же, в Адвенте от Maybelline, это, правда, хорошие тени, бронзовый оттенок, пару раз я использовала, использую и буду использовать, главное, хорошо такие вещи всегда закрывать, чтобы они не засохли, и второй, вторая однушка, это у нас Minazina Trina, выбирайте любой вариант, который вам больше нравится, 532 оттенок, 24 часа стойкости, вот здесь 24 часа, они вообще не соврали, если к тату еще могут быть претензии, то есть здесь еще может что-то там даже подскататься иногда, если жирная века, к вечеру они немножко тускнеют, я бы сказала, то вот тут, если вы вот это вот нанесли себе на глаза, то, ребята, смывать нужно только гидрофилкой, либо каким-нибудь, какой-нибудь двухфаску, потому что невероятно, такие прям стойкие, вот если не успели потушевать, то вот эта сияшка у вас может заливнуть, но это на самом деле классно, правда классно, быстренько пальчиком растушевали, хоп-хоп-хоп, и все, и у вас, ваше сияшка будет с вами на весь день, это вообще кайф, правда кайф, я даже заходила на сайт, искала там какие-то другие оттенки, хотела себе дозаказать, потому что ну это качественный продукт, клевая баночка, красиво смотрится, долго носится, легко наносится, просто быстро надо работать, желательно за секунд так, я не знаю, наверное, 40, за секунд, наверное, 40 лучше их растушевать, не успели, оставьте так, любую бойтесь, любую так оставьте, так, дальше что еще, давайте, наверное, по теням мы пройдемся, их здесь не очень много, в адвенте от NYX мы с вами нашли очень много вот таких вот однушек маленьких, и опять же возникла сложность найти такие однушки, то есть они не продаются в особо в магазинах, то есть, либо это не в каких-то палетках отдельных, ну как бы представлены, сложно было, но не могу не показать, оттенок кристалла, вот такая вот однушечка, потрясающе сияет, я люблю вот эту бриллиантовую россыпь, вот эти вот отдельные блески, спарклы, вот это вот все, и иногда мне нравятся именно такие нюдовые оттенки, как спаркл нюдовый, потому что это можно как и на вечер, так и на каждый день, если хочется прям сияния, и знаете, в чем закон подлости? Я именно этот оттенок я уронила и разбила дважды, серьезно, вот как так-то? У меня есть несколько там других, которые, ну, не такие интересные, не такие веселые, они более каменные, они не так классно наносятся, а я разбила именно тот самый крутой, самый классный, который вот у меня раскрошился, я его берегу, прессую как могу, но увы и ах, и вторая, вторые тени, точнее палетка даже, которую мы тоже нашли, нашли вас с вами в адвенте сифора, это Наташа Динона ретро палет, но это просто, я не знаю, ну что тут можно сказать, найти Наташу где-то в адвенте, это просто удача, успех, я считаю, тем более здесь не какие-то такие неносибельные оттенки, а наоборот, то, что подойдет большему количеству людей, это такие вишневые, особенно вот эта сияшка, это такой очень яркий, насыщенный сатин, даже не сатин, не хочу называть его сатином, Металлик, да, кстати, и правильно, что я не хочу его называть сатином, потому что это Металлик 394, если что, оттенок потрясающе, сияет, красиво, на каждый день, у вас есть такой суперталповый оттенок в складку, это просто классический матовый, оттенок 137, просто потрясающе подходит, но в нем тоже есть такая, знаете, розовинка, то есть это такая вот пыльная роза, но тауповая, но мне кажется, особенно холодненьким, это прям супер подойдет, ну и другой оттенок уже более такой акцентный, более такой вишневый, тоже красивый, 144 классический, тоже матовый, у Наташи вот эти вот классические матовые, ее формулы потрясающие, легко тушуются, достаточно пигментированные, хоть пяткой наноси, как иногда я говорю, но тушевать все равно нужно, но можно наслаивать, то есть здесь прям, я не знаю, я вообще обожаю эту палеточку, она у меня постоянно лежит в столе, вот здесь вот рядышком, и если я там, не знаю, еду в магазин, и мне нужно быстренько накраситься, я не хочу сейчас выбирать, думать, какую там палетку мне найти, где какой оттенок взять, вот, вот, вот эту вот палетку беру, три оттенка, все, либо даже два оттенка, тауповый и сияшку металлик, потрясающе, замечательно, красивый, еще вечерний макияж можно сделать, так, дальше, 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 что у нас с вами есть, давайте про подводки поговорим, и потом уже тушим, две подводки, одна подводка, это Huda Beauty, Lifeliner Quick and Easy, и в общем-то, да, это та подводка, которую тоже мы нашли в адвенте, от Sephora, посмотрите, какой хороший адвент в этом году получился, он еще продавался-то хорошей такой скидкой, скидкой, мне прям, правда, большинство продуктов зашло из этого адвента, в общем, это подводка с кисточкой, точнее, маркер подводка, с кисточкой, которая супер-супер тонкая, минус этой подводки заключается в том, что постоянно вот этот кончик тонкий пересыхает, и это прям беда, потому что приходится постоянно его разрабатывать, то есть вы тратите таким образом продукт, тратите время на то, чтобы его разработать, потому что пока вы рисуете, ведете по теням, кончик пересыхает, и вот это вот прям вот не очень, то есть, с другой стороны, если будет больше подача продукта в эту кисточку, то, скорее всего, будет тогда течь, поэтому здесь вот нужно соблюдать такой баланс, и когда я беру эту подводку, я знаю, что мне нужно будет постоянно как-то бруку ее разрабатывать, но она невероятно стойкая, ребята, невероятно стойкая, удобно рисовать супер тонкие, маленькие детали, стрелочки, потрясающе, поэтому я пользуюсь, радуюсь, ну, просто вот держу в голове то, что да, это может быть займет немного больше времени, придется немножечко повыфендриваться, но она того стоит, стоит того кисточка, и стойкость, стойкость вообще, то есть неубиваемая, я хожу на тренировку с этой подводкой, течет все, кроме этой подводки, серьезно, мне нравится, но смывается нормально двухфаской, вторая подводка вообще не водостойкая, не стойкая, но мне так понравилось ей рисовать стрелки, мне так комфортно ей делать стрелки, она не трескается, не лопается, она матовая, это у нас Kiko, Green Me Eyeliner, я понимаю, что сейчас, наверное, это уже не так актуально, все в основном предпочитают больше маркеры, но я люблю, я вот такое вот люблю, мне нравится там что-то повырисовывать, и плюс в том, что такие стрелки очень легко подправляют, то есть если вы хотите сделать графику, то лучше брать вот такие подводки, потому что, ну я, например, графику на выход не делаю, потому что это занимает дофигища просто времени, а вот так вот для видео, для обзора, для фото, можно повырисовывать, я не боюсь, что мне что-то потечет, потому что на улице я не планирую выходить с этим, поэтому для меня это прям очень рабочее, и 2,5 мл, кайф, вообще пользуюсь, и мне кажется, в других видео я уже показывала эту подводку, остаются туши, с тушами на самом деле в этом году вообще прям хорошо было, да, у всех туши, туши есть свои какие-то такие минусы, с которыми приходится либо мириться, ну либо не мириться, я чаще всего мирюсь с такими минусами, как отпечатывание и осыпание, если мне нравится эффект, потому что я все-таки ценю больше эффект, и такие вещи, как осыпание и отпечатки, я просто, ну в течение дня, я уже привыкла, я их убираю, если это какой-то вечер, праздник, не знаю что-то, я беру с собой ватные палочки, я всегда это держу в голове, я к этому привыкла, мне сложно найти тушь, которая будет давать мне такой объем, который я люблю, и еще не будет отпечатываться, и делать вот эти все не очень приятные вещи, поэтому, здесь я сейчас постараюсь вам все объяснить, рассказать, я вот не помню, снимала ли я вот эту тушь Benefit для вас, или нет, магнит, мне кажется, она в другом видео была, с фаворитами, поэтому, наверное, я ее сейчас опущу, но это тоже офигенная, классная тушь, и в адвенте, где я нашла эту тушь, мне кажется, тоже в сифоре, нет, нет, сифора, не помню, в каком адвенте, ребята, я нашла, я там прям показала эту тушь на глазах, короче, ребята, мы ее пропускаем, но просто знаете, что тут магнитная тушь от Benefit, обалденно шикарная, делает клевый объем, но немного отпечатывается, я знаю, что однозначно сняла три туши, и первая с таким более легким эффектом, это у нас как раз Estee Lauder, из этого же блокбастера, мне кажется, суперизвестный тушь, мне писали про нее комментарии, что многие ее любят, она как такая базовая, и она делает такие естественные, пушистенькие, разделенные реснички, красивые, и на каждый день мне нравится, мне не нравится щеточка, мне не очень удобно прокрашивать огромной такой щеточкой ресницы, но я как-то приловчилась, привыкла, приспособилась, что в принципе, ну нормально получается, и мне нравится опять же эффект, да, она тоже немного отпечатывается, но опять же, когда тушь отпечатывается, это часто бывает такое, что зависит даже не от туши, От вашего консилера, от того, жирный век у вас цели нет, от ваших погодных условий, в общем, несколько факторов влияют на данный эффект, на данные свойства туши, но все-таки с ней, я бы не сказала, что какие-то большие прям полосы остаются, либо большие осыпания, поэтому я ее ношу тоже на повседневку, классная, хорошая тушь, красивый, легкий такой эффект дает. Вот тушь, которая сразу мне не понравилась, правда, не понравилась своей щеточкой, хотя я люблю силиконовые щеточки, это Charlotte Tilbury, вот такая вот тушь с щеточкой камбалы, есть рыба такая камбала плоская, но знаете, сначала мне было неудобно, но потом я распробовала эту тушь, мне сейчас так она нравится, она тоже отпечатывается, сегодня я ей пользовалась, и вот уже вижу, что чуть-чуть она мне там и снизу, и сверху она отпечатывала, но как красиво получается, с ней такие объемные, плотненькие, толстенькие реснички, и что еще клево, вот такая кисточка, она позволяет очень классно прокрасить именно все реснички, Соня, ну ты чего там, прокрасить именно все реснички, подлезть в самый внутренний такой уголочек, и вот все хорошенечко проработать, суперудобно, вот за это я ее тоже очень люблю, и последние разы прям рука к ней тянется, ну и упаковка, знаете, несмотря на то, что она такая вот маленькая, такая вот крохотулечка, очень классно сделана, прям так дорого-богато, приятная правда, и вторая, третья получается у нас, супер объемная тушь, это Clash Lash, Clash, 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 от Yves Saint Laurent, супер объемная, пушистая такая кисточка, сама тушь наносит достаточно много продукта, и с ней создается именно такая драма на ресницах, но она тоже у меня отпечатывается, ребята, ну что поделать, но эффект безумно клевый получается, но с ней можно переборщить, то есть она может вам сделать комочки, потому что здесь еще такая вот щеточка, прям пушистенькая-пушистенькая, но поменьше, чем у Estee Lauder, у Estee Lauder вообще там такая дубинка, здесь все-таки поменьше, но вот есть такой момент, если в какой-то момент вы не остановитесь в нужный момент, вот так вот я скажу, то у вас начнут появляться комочки, они начнут немного слепляться, но опять же я люблю драму на глазах, я люблю, когда реснички прям такие вуу, и да, чем больше мы с вами наносим продукта, тем больше у нас опускается завиток ресничек, поэтому я всегда пользуюсь перлиром, и стараюсь опять же прокрашивать прям от корней ресничек, и наверх постепенно добавляя туши, могу сказать, что у меня проблемы именно с держанием завитка нет, поэтому с этой стороны не могу я вам как-то прям оценить, дать какой-то свой отзыв, потому что, ну просто даже вот сейчас, если убрать мои накладные реснички, мне стоит вот так вот пальчиком чуть-чуть их подмять, и все, у меня реснички будут стоять, то есть с этим проблем нет, поэтому, ребята, извините, вот в этом случае как бы вот так, у меня просто такие реснички. Ребята, голос у меня в шоке, Соник тоже в шоке, ты чего там сидишь одна, давай сюда по центру сядь хотя бы, а то сидит там наполовину, как бы, вроде бы с нами, а вроде бы нет, типа я вот так рядом наполовину. Голос чуть ли не подсел у меня, вроде бы все нормально, отсняла, надеюсь, я ничего не удалю в этот раз, и да, могу сказать, что этот сезон адвентов для меня был прям удачный, правда, ребята, это вот вообще, не кривя душой, нашла много классных продуктов, как для лица, так и для волос, ну для волос поменьше, но все-таки были прикольные, интересные продукты. Парфюмы, большое количество парфюмов, о которых я рассказывала как раз в своем предыдущем видео про фавориты, именно за весь год я их решила включить туда. Туши, я вот все, что сегодня я вам назвала, я всем этим сейчас пользуюсь, просто один день беру одно, другой день беру другое, иногда я крашусь по несколько раз, меняю это, обожаю, правда, вот все, что здесь есть, по-своему люблю, везде есть какие-то свои маленькие минусы, а где-то их нет, вот где-то реально нет, тогда даже вот, ну не знаю, как, например, гель для бровей, правда, нет вообще никаких минусов, помады, огромное количество у меня теперь помад для разных макияжей с разными оттенками, они могут показаться разными, но я, конечно, ребята, здесь даже не все оттенки вам показала, потому что, ну много, правда, очень много, и да, это клево, это клево, я осталась прям супер довольна, надеюсь, что вы тоже, возможно, вы для себя открыли какие-то новые продукты, либо вспомнили какие-то уже старозабытые продукты, и, может быть, дадите им второй шанс. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете про формат такого видео, стоит ли вообще снимать вот такие вот, знаете, видео, которые будут резюмировать наши распаковки будущие, делитесь своим мнением, это будет явно полезно не только мне, ну и Соньке, может быть, ну как хочешь, Сонька не хочет на ручки, в общем, все, видео заканчивается, спасибо, что досмотрели это видео до конца, мы с вами увидимся в моем следующем новом видео, до новых скорых встреч, всем пока!